Добрый день, дорогие ребята! Я искренне поздравляю вас с победой во всероссийском конкурсе «История России в стихах». Этот конкурс стал уже доброй традицией, проводится не в первый раз. По условиям конкурса каждый участник, и школьники, и дошкольники читали стихи, в которых говорится о том или ином событии или этапе российской, отечественной истории. И все эти ролики были помещены в интернете. И поэтому жюри, которая состояла и из профессионалов, да и простые зрители смогли познакомиться с вашим удивительным творчеством и очень объективно оценить. И сегодня я с большим удовольствием вручу вам заслуженные награды, награды от российского исторического общества. Но вас ждет еще один сюрприз. Победителям конкурса, а вы представляете самые разные регионы России, и будет предоставлено право прочитать стихи на главной сцене книжнего фестиваля «Красная площадь» у Кремлевской стены. И я могу себе представить, что для вас это, конечно, большое событие в жизни, ну, событие для нас, для тех, кто будет, будут слышать и слушать ваше чтение, чтение замечательных стихов об истории России. И наверняка это событие останется у вас в памяти на долгие-долгие годы. Я вас искренне поздравляю, а теперь давайте перейдем к церемонии вручения наград. Грамотами российского исторического общества награждаются Гумени Павел, воспитанник детского сада номер 6 «Колосок», села Ходыни на Рязанской области, занявший первое место в номинации «Дети дошкольного возраста». Гадисова Аделина, воспитанница детского сада номер 173 города Саратова, занявшая второе место в номинации «Дети дошкольного возраста». Литовченко Мария, воспитанница детского сада номер 1 «Светлячок», города Спаск-Дальний Приморского края, занявшая третье место в номинации «Дети дошкольного возраста». Саплина Арина, ученица четвертого класса пролетарской средней общеобразовательной школы номер 1 поселка Пролетарский Белгородской области, занявшая первое место в номинации «Учащиеся первых четвертых классов». Бортич Филипп, ученик второго класса областной гимназии имени Евгения Максимовича Примакова, занявший третье место в номинации «Учащиеся первых четвертых классов». Тимофеева Полина, ученица восьмого класса школы номер 1412 города Москвы, занявшая первое место в номинации «Учащиеся пятых восьмых классов». Хигай София, ученица пятого класса средней общеобразовательной школы номер 32 города Уссурийска Приморского края, занявшая второе место в номинации «Учащиеся пятых восьмых классов». Иванова Владислава, ученица шестого класса «Ялтинской средней школы номер 12» с углубленным изучением иностранных языков республики Крым, занявшая третье место в номинации «Учащиеся пятые восьмых классов». Лупакова Ксения, ученица одиннадцатого класса гуманитарного лицея номер 15 города Пскова, занявшая первое место в номинации «Учащиеся девятых-одиннадцатых классов». Романов Дмитрий, ученик десятого класса средней общеобразовательной школы номер 4, поселка городского типа Пайковский нефтеюганского района Ханты-Максийского антономного автономного округа Югра, занявший второе место в номинации «Учащиеся девятых-одиннадцатых классов». Кох Екатерина, ученица десятого класса гимназии номер 20 города Донской Тульской области, занявшая третье место в номинации «Учащиеся девятых-одиннадцатых классов». Участники церемонии приглашаются для общей фотографии. КОНЕЦ «Учащиеся девятых-одиннадцатых классов». 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 Продолжение следует... Дорогие участники, просьба пройти всех в зал. На этом торжественная часть мероприятия завершается. Вашему вниманию представляется программа выступления финалистов конкурса. Еще раз просим пройти всех участников в зал. На сцену приглашается Гумени Павел. Павел оказался самым маленьким среди финалистов. Недавно ему исполнилось 5 лет. Но это не помешало юному участнику стать победителем возрастной категории «Дети дошкольного возраста». Павел прочтет стихотворение, посвященное великому историческому событию, связанному с историей его малой родины. Владимир Булкунов. «Уж выбились, мужики, зарезай!» Уж и гнали, мужики, прочь погань! Не залили живота своего, Чтобы хана прочь подогнать самого. Догоняли по лесам у реки, Били тысячи татар, мужики, Было войско у Батыя сто крат, А у наших был на них калаврат. Звук Батыя нашу землю терзал, Калаврат мужиков собирал. Ух, и бились мужики, зарезай! Ух, и гнали, мужики, прочь погань! Было время, был Батыя насильней, Но столько раз наши были смелее. Все равно мы погнали погань, Все равно только наша Рязань. Своё конкурсное произведение представит Гадисова Аделина, финалистка конкурса в номинации «Дети дошкольного возраста. Город Саратов». Владимир Гудимов. Россия. Нет края на свете красивей, Нет родиной в мире светлей. Россия. 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 Что может быть сердце милей? Кто был тебе равен по силе, Терпел пораженье любой? Россия. 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 Мы в горе и счастье с тобой. Россию, как синюю птицу, Тебя бережем и чтим. А если нарушат границу, Мы грудью тебя защитим. И если бы нас вдруг спросили, А чем дорога вам страна? Да тем, Что для всех нас Россия, Как мама родная. Одна. Приглашаем на сцену Литовченко Марию. Финалистку конкурса в номинации «Дети дошкольного возраста. Город Спаск. Дальний Приморский край». Конкурсное стихотворение Марии Посвящено истории Древней Руси. Юрий Галкин, Ольга, 945. Суть увидеть в прошлом сложно, Но представиться возможно. В ярких крахах описать Многочищеный раз. Нет, я не окольчусь, Шлем, Золото под круги, Други, Видите, да седло, Стрелья, Стрелы И копье. Ольга в гневе К дону мчится, Вновь нарушена граница. Села русские горят, Кто-то вражеский отряд. Враг с полоном отступает, Встречи с войском Избегает. И стремится к югу он, Пересечь границу дом. Но отрезана граница, По дороге пыль клубится, И чатка русские полки В переправе у реки. Спешно враг Полон бросает, Дверик русский Покидает. Поздно он со всех сторон Сильно ратью окружен. Кто бежит, Кто в плен сдается, Кто отчаянно дерется, Кто калечен, Кто сражен, Кто в заспехах Лезет в дон. В целом, Так оно и было, Беспощадно, Но закрыла Русь Границу, И живет Под охранную народ. Пусть история Не знала, Чтобы женщина Стояла Во главе Мужских полков, Сея Ужасно Врагов. Так и эдак На сражения Нету Ольги Поражения. И как не было бы, Но Печенегов Нет Давно. В катаклизмах Враг Растает, А Россия Процветает. Значительная часть произведений, Которые выбрали Конкурсанты, Посвящена событиям Великой Отечественной войны. Удивительно, Насколько проникновенно Читают стихи о войне Наши участники. Выступает Саплина Арина, Победитель конкурса В номинации Учащийся первых четвертых классов Белгородская область. Арина прочтет Стихотворение Юлии Друниной Бинты. Глаза бойца Я слезами налитый, Лежит он На пружиненной белой, А я должна Приросшие бинты С него сорвать Одним движением смелым, Одним движением, Так учили нас, Одним движением, Только в этом жалость. Но, Встретившись со взглядом Страшных глаз, Я на движение Это не решалась. На бинт Я щедро Переки слила, Стараясь Отмочить его Без боли. А фельдшерица Становилась зла И повторяла Горе мне с тобою, Так с каждым Церемонится беда. Да, Ему лишь Прибавляешь Муки. Но раненые Метели Всегда Попасть В мои Медлительные Руки. Не надо Рвать Приросшие Бинты, Когда их Можно снять Почти Без боли. Я Это поняла, Поймешь И ты. Как жалко, Что науке Доброты Нельзя по книжкам Научиться В школе. На сцену Приглашается Бортич Филипп, Финалист Номинации Учащийся Первых четвертых Классов Московская Область. Николай Дмитриев, Я ангелом Летал. Я ангелом Летал И видел Дым Сражений. Никто Не виноват, Что все Хотели Жить. Там Дед Мой Погибал От Множества Ранений. Его Накрыл Крылом Не Дал Врагам Добить. Я Ангелом Летал, Тащил Его В траншею, Позвал Сестру, Чтоб Кровь Остановить. Я Пули Отклонял, Они Летели К цели, Но Всех Спасти Не Мог, Где Все Хотели Жить. Я Ангелом Летал, Чтоб Смог Отец Родиться, Тащил Я Деда Из Последних Сил, Врача Привел Привел, Заставил Помолиться, Чтоб Бог Помог, И я Слетал За Ним. Я Ангелом Летал И Видел Дым Сражений, И Ангелом Бы Оставался Быть, Но Выжил Дед От Множества Ранений, И Наказал Прожить Мою Земную Жизнь Приглашаем Тимофееву Полину Победительницу Конкурса В номинации Учащийся Пятых Восьмых Классов Город Москва Роберт Рождественский Баллада О Зиничицах Как Разглядеть За днями След Нечеткий Хочу Приблизить К сердцу Этот След На Батарее Были Сплошь Девчонки А Старшей Было Восемнадцать Лет Лихая Челка Над Прищуром Хитрым Бравурное Презрение К Войне В то Утро Танки Вышли Прямо К химкам Те Самые С Крестами На Броне И старшая Действительно Старея Как От Кошмара Заслонясь Рукой Скомандовала Тонко Батарея Ой, мамочка Ой, мамочка Ой, родная Огонь Раскатывалось Эхо Над полями Бой Нарастая Кровью Истекал Зенитчицы Кричали Но Стреляли Размазывая Слезы По щекам И падали И подымались Снова Впервые Защищая Наяву И честь Свою В буквальном Смысле Слова И родину И маму И Москву Запомните От этого порога В лавине Дыма Крови И невзгод Здесь В сорок первом Началась Дорога В победоносный Сорок пятый Год Выступает Хигай София Финалистка В номинации Учащийся Пятых Восьмых Классов Город Уссурийск Приморский Край Ольга Киевская Баллада О матери Сорок первый Год Потерь И страха Заревом Кровавым Пламенел Двух парней В растерзанных Рубахах Выводили Утром На расстрел Первым Шел постарше Темнорусый Все при нем И силушкой Стать А за ним Второй Пацан Безусый Слишком юный Чтобы умирать Ну а сзади Еле поспевая Семенила Старенькая Мать О пощаде Немца Умоляя Найн Твердил он Важно Расстреляет Нет Она Просила Пожалейте Отмените Казнь Моих Детей А взамен Меня Меня Убейте Но уже вы Оставьте Сыновей И ответил Офицер Ей Чин Ладно Матка Одного Спасает А другого Расстреляем Сына Кто тебе Милее Выбирает Как В смертельной Этой Круговерти Ей Спасти Кого-нибудь Суметь Если Первенца Спасет От смерти То Последыш Обречен На смерть Зарыдала Мать Запречитала Вглядываясь В лица Сыновей Будто Бы И вправду Выбирала Кто Дороже Кто Роднее Ей Взгляд Туда Сюда Переводила О Непожилайши Врагу Мук Таких Сынов Перекрестила И призналась Фрицу Не могу Ну а тот Стоял Не пробиваем С наслаждением Нюхая цветы Помни Одного Мы убиваем А другого Убиваешь Ты Старший Виноват Улыбаясь Младшего Груди Своя Прижал Брат Спасайся Ну а я Останусь Я пожил А ты Не начинал Отозвался Младший Нет Братишка Ты Спасайся Что тут Выбирать У тебя Жена И ребятишки Я не жил Не стоит Начинать Тот Учтиво Немец Молвил Битая Отодвинул Плачущую Мать Отошел Подальше Деловита И Махнул Перчаткой Расстреляет Ахнули Два Выстрела И птицы Разлетелись Дропно В небеса Мать Рожала Мокрые Ресницы На детей Глядит Во все Глаза А они Обнявшись Как и прежде Спят Свинцовым Беспробудным Сном Две Кровинки Две Ее Надежды Два Крыла Пошедшие На слом Мать Безмолвно Сердцем Каменеет Уж Не жить Сыночком Не цвести Дура Матка Получает Немец Одного Могла бы Хоть Спасти А она Баюкая Их Тихо Вытирала С губ Сыновь Их Кровь Вот Такой Убийственно Великой Может быть У матери Любовь Любовь Ода На день Восшествия На Всероссийский Престол Ее Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны Была написана В 1747 году Выдающимся Русским Ученым Талантливым Писателем И поэтом Михаилом Васильевичем Ломоносовым Именно Это Произведение Выбрала Для конкурсного Исполнения Иванова Владислава Финалистка Конкурса В номинации Учащийся Пятых Восьмых Классов Город Ялта Республика Крым Божественным Устам Величен Монархиня Сейх Кроткий Глаз О, Коль Достойно Возвеличен Сей день И тот Блаженный Час Когда От радостной Применной Петровы Возвышали Стены До звезд Плескания И клик Волны Порывает Прекрасны Наши времена В безмолвии Внимай Вселенная Все хочет Лира Восхищенно Гласить Великие Имена Свои конкурсные Произведения Представляют Финалисты Старшей Возрастной Категории Выступает Лупакова Ксения Победитель Конкурса В номинации Учащийся 9-11 классов Город Псков Саша Черный Мой Ненаглядный Псков Над головами Мощных Великанов Холодный Обелиск Венчает Небосон Вода Клубясь Гудит Из трех Фонтанов Вокруг Домов Старинный Хоровод Над Гулкой Площадью Спит Тишина Немая И Храм Торжественный Весь Каменный Полет Колонны Канзелябрами Вздымая Громадой Стройной К облаку Плывет Карабинеры Медленно И чинно Пришли Закинув Плащ И скрылись В щель Опять О Господи Душа Моя Невинна Пред Тобой Мне Нечего Скрывать Я Восхищен Твоим Прекрасным Домом И Этой Площадью И Пеньем Светлых Вод Не Порази Меня Задерзновенье Громом Пошли Мне Чудо Сладкое Как Мед Здесь Все Пленяет Стены Цвета Тигра Колонны Небо Но Услышь Мой Зов Перенеси Сюда За Три Версты От Тибра Мой Старенький Мой Ненаглядный Псков На сцену Приглашается Романов Дмитрий Финалист Конкурса В номинации Учащийся Девятых Одиннадцатых Классов Представляющий Ханты-Мансийский Автономный Округ Игорь Растеряев Дед Агван Я не видал Родных Дедов И видеть Мог Едва Ли Все До рождения Моего Они Поумирали Но Я Не Обделен Судьбой Я Все Равно Счастливый Был Рядом Дед Пусть Не Родной Но Горячо Любимый Он Был Не Русский Из Армян С Деревни Из Народа Агван Тиграныч Григориан Двадцать Шестого Года Он Был Герой И Ветеран Такой Что Прям Из Книжки Для Всех А я Ему Кидал За Шиворот Ледышки Я О Войне Все С Детства Знал Ведь Дед Без Вся Вся Лажи Мне Каждый День Преподавал С Тарелкой Манной Каши Все Было Так Он Мирно Пас Овец Суарарата И Вдруг Взяла Пошла На нас Немецкая Армада Чтобы Ни Русских Ни Армян Здесь Не Было В Природе Но Тут Подъехал Дед Агван И Он Был Резко Против Подъехал Правда Не Один Стекались Словно Реки Туда И Тысячи Грузин Казахи И Узбеки Разноязыкою Толпой Они В окопы Сели И В тех Окопах Всей Гурьбой Мгновенно Обрусели Вместо Овец На этот Раз Другие Были Звери И Дед В прицел Свой Тигра Пас Крутил Хвоста Пантере По-русски С ним Общение Шло Сперва Не идеально Но Фразу Башню Сорвало Он Понимал Буквально Я С дедом Мог Тарелки Три Съедать Той Самой Каши Внимая Как Они Пошли На Запад Пешим Маршем И Как Всегда В Который Раз В Итоги Накидали А Дальше Шел Такой Рассказ Как В Слезном Сериале Берлин Апрель Земля Дрожит Снаряды Пули Градом И Дед По Улице Бежит С Трофейным Автоматом Кругом Разбитые Дома Как Гор Кавказских Гребни С Собою Деда Пять Гранат Вдруг Глянь На Куче Щебня Лежит Скулит От Страшных Ран Один Как Щепка В Шторме Такой же Как И он Пацан Но Лишь В Немецкой Форме И Тычет Деду На Окно Руками Объясняет Что Он У Дома Своего Лежит И Помирает Что Там Родители Его Что Он Берлинский Местный Его Его Войною Домело До Своего Подъезда И Дед Поверх Своих Поклаж Хоть Был Несильный Самый Взвалил Его И На Этаж Туда Где Папа С Мамой Где Взрывом Балку Повело Где Теплится Лампада Встречайте Фрау Своего Немецкого Солдата Дед Говоря Про Этот Миг Вдруг Сразу Изменялся Про Страшный Материнский Крик Про То Как Там Остался Как В Кухне Где Горел Шандал Воды Ему Нагрели Как С Грязью Ненависть Смывал За Годы И Недели Как Спал На Белых Простынях Среди Войны И Ада И Видел Сны О Мирных Днях В Долине Арарата Как Утром Снова Он Пошел К Победной Близкой Дате Услышав Сзади Данкишон Ответив Им Прощайте Тут Я Перебивал Всегда Дослушивал Едва Ли Дедуня Что За Ерунда Давай Как Вы Стреляли Давай Как Ты Горел В Огне Чуть Не Погиб На Мине Не Интересно Было Мне Про Простыни В Берлине Но Дед Чего-то Замолкал Шел За Добавкой Каши И Кашу Снова В Рот Толкал Чтоб Стал Быстрее Я Старше Его Уж Нет А Я Большой И Тут Я Докумекал В Тот День Был Самый Главный Бой За Звание Человека Своем Авторское Произведение Прочтет Кох Екатерина Финалистка Конкурса В номинации Учащийся Девятых Одиннадцатых Классов Тульская Область Стихотворение Посвящается Тульской Области Более ярким Ковром Устилает Мне Путь Ветер Песню Свою Тихо Шепчет В Березовой Дали Я Могу Утонуть Только Край Родной Душу Излечит Средь Лесов И Полей Протекает Упа За Века Повидавшее Много На На ней Город Герой Высь Поднял Купола Из-под Лобия Смотрит Сурово Сколько Пролито Крови У стен Твоих Тула Сколько Пепла И Сколько Смертей Но Как Женщина Крепкая Сильной Натурой Говорила Себе Слез Не Лей Сколько Раз Ты Сгорала И Воскресала Величавей Красивей Сильней И оружие Мощное Тула Ковала Не для Воин Для защиты Отчизны Своей Я Иду По Кремлю И Горда И Спокойна Среди Мощи Тепла Старых Стен Обойдут Нас Кровавые Войны И Наш Враг Не Встанет С Колен А Приедете В гости Вы К нам Непременно Угостим Тульским Пряником Вас Задымит Самовар И Польются Беседы Так что Ждем Вас Друзья В Добрый Час Дорогие друзья Просьба Всех Участников Подняться Дорогие друзья Благодарю За Ваше Замечательное Выступление И От Российского Исторического Общества Хотелось Вручить Вам Еще Небольшие Сувениры Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует История России В стихах Завершается Желаем Ребятам Дальнейших Творческих Успехов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...